Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Билошева. Тест единства Европы. В Нидерландах проходит референдум по ассоциации Украина-ЕС. Голландский опрос. Сегодня в Нидерландах решается судьба Ассоциации Украина-ЕС. Напомню, это единственная страна, которая до сих пор не ратифицировала соглашение. И несмотря на то, что голосование носит лишь консультативный характер, все евросообщество ждет его результатов. Почему референдум уже назвали тестом на единство Европы? И как оценивают его важность сами голландцы? Подробнее Алексей Пшемызский, он в Амстердаме. Отели, вокзалы, школы, детские сады или вот такие кафе. Избирательные участки в Голландии сегодня работали практически на каждом шагу. В стране, где обычно голосуют до 80% человек, прийти на выборы для большинства долг, а не право. Но вот сегодня с утра, когда обычно голосуют голландцы, участки практически пустовали. Для многих вопрос относительно соглашения об ассоциации ЕС с Украиной стал куда более сложным. Я не решил еще, потому что люди, потребовавшие этот референдум, сделали это против Европы, а не против Украины. И в этом проблема. Думаю, речь здесь не идет об Украине. Речь идет о принятии решений политиками в Брюсселе. Поэтому я не знаю. Спасать положение решили украинские активисты, всю прошлую неделю устраивающие флешмобы, дискуссии и кинопоказы лент с Майдана. На главном вокзале Амстердама с самого утра выступал пианист Майдана Маркиян Мацех. Мы видели это европейское жизнь, мы знаем, какое оно. Мы хотим этого. Прозорее законодательство, много инструментов бороться с коррупцией, и больше прислугаться до свободы слова и так далее. То есть это все, на мой взгляд, критично важно. Я через то, через то и на Майдан тогда вышел, и через то и седей сейчас приехал. Уже к обеду людей на участках стало все же больше. Те, кто сказал «да», свою поддержку не скрывали. Я проголосовала «за». Я думаю, что люди имеют право на шанс сделать свою страну лучше. До последнего я сомневался, но решил все же отдать голос «за». Я думаю, что жить в Европе намного лучше, чем в России. Да, я не знаю, поддерживаю ли Украину в целом, но я думаю, что это хорошо для прав человека. Поэтому голосую «за». Голоса отдали члены правительства, активно поддерживающие Украину. Конечно же, я говорю «да», как и призывало это сделать всех наших сограждан. Потому что это хорошее соглашение как для Нидерландов, так и для Европы и Украины. Мы считаем, что соглашение поможет поддержать реформы, которые так нужны Украине. А в лагере противников соглашения от громких акций в день референдума тоже отказались. Один из главных радикалов в Нидерландах Герт Вилдерс лишь заявил, нет ассоциации с Украиной, это нет расширению Европы и политики Брюсселя. Я думаю, что многие голландцы уже по горло сыты Европейским Союзом и отказ от соглашения об ассоциации с Украиной, которая, кстати, не в интересах нашего народа, пошлет в Брюссель сигнал, что с нас хватит. Само голосование носит лишь консультативный характер. Голландские парламентарии могут прислушаться или не прислушаться к тому, что скажут люди, а затем обратиться к правительству, сказав, хотят ли они, чтобы документ ратифицировали. Нидерланды – единственная страна ЕС, которая до сих пор не сделала это. Соглашения должны ратифицировать все члены Европейского Союза. Если одна страна откажется, то ассоциация не вступит в силу в полной мере. Это никак не повлияет на аспекты торговли, но если Нидерланды не ратифицируют соглашения, Европа вряд ли сможет оказывать поддержку Украине. Например, в том, что касается борьбы с коррупцией, реформ. Если люди скажут, да, выбор политиков будет очевидным, соглашение об ассоциации с Украиной, вероятно, тут же ратифицируют, и оно вступит в силу. Но вот если документ не одобрят, в текст ассоциации с Украиной придется вносить правки, исключив оттуда Нидерланды. Голландское «нет» может затронуть и безвизовый режим с нашей страной, хотя это и отдельный документ. Окончательные результаты референдума обещают опубликовать 12 апреля. Тогда же и решится судьба самого документа. Из Амстердама Алексей Пшемыский, Евгений Каминский. Подробности, телеканал «Интер». И сейчас Алексей Пшемыский с нами на прямой связи. Леша, добрый вечер. Что тебе известно о явке, что говорят предварительные соцопросы, и когда мы узнаем данные экзитполов? Добрый вечер. Ну, могу сказать, что на данный момент, к сожалению, результатов еще нет. Голосование продолжается. Избирательные участки закроются в 10 часов по киевскому времени. Ну и, собственно, тогда сразу же появится первая данная экзитполов. Напомню, что вот по данным последних соцопросов, мнение голландцев относительно того, говорить да или нет соглашению об ассоциации ЕС Украина, разделились 50 на 50. Буквально вот несколько часов тому назад все же появились некоторые первые данные. Ну, правда, не совсем из Нидерландов. Цифры пришли из Токио, где уже закрылись избирательные участки. Там тоже живет достаточно много голландцев. И вот там, да, с соглашением об ассоциации с Украиной сказали 59% избирателей. Ну, собственно, главный вопрос, который сейчас поднимают здесь, в Голландии, это не столь результаты голосования, сколько явка. Дело в том, что по законодательству страны, для того, чтобы результаты референдума признали действительными, проголосовать должны не менее 30% избирателей. Это где-то около 4 миллионов человек. Вот по последним подсчетам, сейчас явка, ну, так и в среднем где-то колеблется на уровне 27%. Отмечу, что для Голландии, ну, это просто критически низкая цифра, поскольку, как правило, на выборы здесь приходит до 80% человек. Возможно, виной всему Абстердам, где сегодня с самого утра шел буквально проливной дождь. Ну, вот буквально только что погода наладилась, и, возможно, здесь еще проголосуют. Но, опять-таки, по мнению многих экспертов, вот ситуация, когда сам референдум признают несостоявшимся, возможно, даже наиболее выгодно для Украины, поскольку в таком случае правительству страны не придется принимать вовсе никаких решений, не вносить никаких изменений, и документ могут ратифицировать уже в ближайшее время. Как я уже говорил, избирательные участки закроются в 10 вечера, ну, тогда же мы сразу увидим какие-то цифры. Я думаю, что завтра уже будем иметь заявление политиков страны относительно судьбы этого соглашения. Мы будем оставаться здесь и сразу же сообщать вам все самые свежие данные. Спасибо, Леша. Алексей Пшемыский был с нами на связи из Амстердама. Референдум в Нидерландах активно обсуждают и в мировых СМИ, и называют его, я напомню, тестом для Объединенной Европы. Почему? Расскажет Татьяна Лагунова. Пожалуй, нет ни одного влиятельного мирового СМИ, которое бы сегодня не освещало референдум в Нидерландах. Перечислю только некоторые. The Guardian, The Wall Street Journal, Der Spiegel, Financial Times, Bloomberg и многие другие. И посвящены этой теме не короткие информационные заметки, а большие аналитические материалы. Содержание статей очень похоже. Сначала короткая информационная справка, за что голосуют, кто инициировал референдум, ожидаемая явка и прогноз результатов. Ну, а потом аналитика. Мировые СМИ пишут, Украине просто не повезло. Два года назад в Нидерландах разрешили выносить на референдум рекомендательного характера законы и договоры, уже одобренные парламентом. И соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом по сути стало поводом для евроскептиков поднять вопрос об отношении к единой Европе. Этот момент журналисты акцентируют даже в заголовках своих материалов. Вот, например, референдум по Украине как тест настроений по отношению к ЕС. Это Financial Times. Или мечта о Нексите. То есть о выходе Нидерландов из Евросоюза. Это уже шпигель. СМИ пишут, в Голландии много евроскептиков, которые недовольны тем, что не могут влиять на решения, принимаемые на уровне ЕС. И хотели бы больше независимости от Брюсселя. Их протест это вынесение на референдум вопроса относительно соглашения об ассоциации. Что касается последствий голосования, то и здесь прогнозы схожи. Если выиграют противники ассоциации Украины с ЕС, власти Нидерландов могут проигнорировать результаты плебисцита. Но тем не менее, это станет серьезным испытанием для объединенной Европы. Особенно сейчас, накануне британского референдума. В июне граждане Великобритании будут решать, хотят ли они остаться в Евросоюзе. Европейские политологи говорят об опасном прецеденте. Мол, а вдруг и в других европейских странах начнут выносить на референдумы, пусть и рекомендательного характера, соглашения, уже одобренные лидерами Евросоюза и ратифицированные национальными парламентами. Если это произойдет, Единой Европе будет непросто принимать единое решение. Затем Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Украинский вопрос будет и в повестке дня саммита Большой Семерки. Об этом в ходе визита Петра Порошенко в Японию заявил премьер Синдзо Абе. А еще Япония выделяет деньги на восстановление Донбасса. Чего требует взамен и что уже пообещал президент, расскажут наши корреспонденты. Это ответный визит президента Украины в страну восходящего солнца на приглашение японского премьера Синдзо Абе. В июне прошлого года он впервые в истории украинско-японских отношений побывал в Украине. Перед важным разговором Петр Порошенко собрал пресс-конференцию в Токио для десятков иностранных журналистов. Сейчас я могу увидеть вашу страну, когда цветет сакура. Это фантастический период в фантастической стране. Говорил президент о ситуации на Донбассе и аннексии Крыма. Рассказал про Надежду Савченко, вспомнил и о децентрализации, реформах и одном из самых больших достижений новой полиции. Анонсировал либерализацию визового режима с Японией. Но японских журналистов, похоже, больше интересовала офшорная тема. Я делал это не для минимизации налогов, не тайно. Это было полностью публичное действие. Это освещалось в украинской прессе. Компания была зарегистрирована на мое имя. Эта компания не открывала банковский счет. Она не получила ни копейки из Украины. Единственной целью было прозрачное отделение бизнеса украинского президента от любого политического влияния. Это совершенно нормальная процедура. И это главное, что отличает меня от остальных политических фигур в этих панамских списках. Кроме того, заявил, инициируют диапширизацию украинского бизнеса. По его словам, планируют представить реформу, которая сделает невозможным использование офшорных счетов в Украине. Также Порошенко подчеркнул, делает все возможное для улучшения инвестиционного климата. А уже после возвращения в Украину будет утвержден новый состав правительства, направленного на реформы, евроинтеграцию и сотрудничество с МВФ. Но самые важные переговоры в рамках этого визита касаются украинского вопроса на саммите Большой Семерки. Он состоится в конце мая в Японии. Именно в формате Большой Семерки сейчас и председательствует Токио. Порошенко просил дать Кремлю сигнал, а именно не отменять санкции против России до того, пока Крым не вернут Украине, а на Донбассе не разрешится военный конфликт. Я абсолютно уверен, что Украина будет одной из главных тем на повестке саммита Большой Семерки. Это мне подтвердили и все лидеры-участники саммита, с которыми я обсуждал нашу ситуацию. На официальную встречу с президентом Украины премьер Японии надел синий-желтый галстук, здоровался на украинском и с радостью принимал подарки. Украинский вопрос будет в повестке дня на саммите Большой Семерки, пообещал Синдзо Абе. Планируют говорить и о санкциях, и о минских соглашениях. Японский премьер заверил, Токио выполняет свои обещания. Мы с президентом Порошенко отмечаем необходимость полного выполнения минских договоренностей, а также ускорения проведения реформ в Украине. По поводу этого я получил от господина Порошенко обещание по ускорению реализации реформ в Украине. И я ценю такое решительное намерение президента. Для поддержки проведения реформ Токио обещает Киеву миллиард 800 миллионов долларов, а еще дополнительную финансовую помощь. Мы благодарны за сегодняшние решения японской стороны выделить новый транш гуманитарной допомоги для восстановления Схидных районов Украины в размере 13,6 миллионов долларов США Америки. И благодарю, потому что Украина является самой большой страной, которая получает самый большой обсяг японской допомоги. Также японцы пообещали помочь достроить саркофаг на Чернобыльской АЭС, поскольку обе страны объединяют схожие трагедии Фукусима и Чернобыль. Елена Механик, Ольга Рыцарь, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. К надежде Савченко не пустили украинских консулов. В ростовском СИЗО потребовали разрешение из Москвы на посещение заключенной. Сегодня Савченко начала сухую голодовку в знак протеста против решения суда. Напомню, ее приговорили к 22 годам заключения. Летчицу обвинили в убийстве двоих российских журналистов на Донбассе, покушении на убийство мирных жителей и в незаконном пересечении госграницы России. Сама Савченко обвинение отрицает и надеется, что вскоре сможет вернуться на родину. Президент Порошенко готов, и напомню, обменять ее на двоих задержанных в Украине ГРУшников. Номер со стрельбой. Сегодня здание отеля «Лыбич» штурмовали спецподразделения полиции. Там запарикодировались вооруженные люди. В чем причина конфликта и чем закончилось это столкновение, знает Вениамин Трубачев. Утро, отель «Лыбич». Все выходы и входы закрыты. Внутри вооруженные люди. Полицейские начинают штурмовать здания. Крики, летят камни, повсюду разбитое стекло. Спецоперация продолжается не больше получаса. Из здания выводят людей, которые удерживали гостиницу. Они преимущественно в камуфляжной форме. Гостиницу берут в кольцо другие люди в военной форме. Внутрь никого не пускают. Кто они, полиция или частная охрана, тоже не говорят. Из здания выводят сотрудников гостиницы. Они отходят в сторону и наблюдают за происходящим. Некоторым тоже досталось. Во время обыска в номерах находят автомат и мелкокалиберную винтовку. Помимо этого, кастеты и биты. Постояльцы гостиницы рассказывают, кто там жил. Здесь живут люди Айдара и Азова. Они охраняют эту властность. Откуда у вас такая информация, что здесь живет Азов и Айдар? Ну, я же общаюсь с ними. Задержано больше 20 человек. Сейчас выясняют, кто эти люди. У многих на форме были нашивки Айдар. Но среди них нет действующих военных, говорят в Минобороны. Все эти разборки произошли из-за того, что один арендатор не хотел выселяться, а другой решил заселиться. И оба не только обратились в суд, но и пригласили вооруженных людей. В результате руководство гостиницы сменилось. Но, похоже, никто не подумал о постояльцах. Часть из них не могла выйти из номеров, а другие забрать свои вещи. Только ближе к вечеру люди смогли выехать, а на здании гостиницы появились надписи «Внимание! Отель закрыт». Вениамин Трубачев, Алексей Шматов и Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». Стреляли сегодня в Киеве не только возле отеля «Лыбич». Днем в центре столицы неизвестный в упор расстрелял бизнесмена и скрылся с места преступления. На месте трагедии был наш корреспондент Егор Логинов. Все произошло около двух часов дня на бульваре Дружбы Народов возле гостиницы «Дружба» и спортивного клуба «Киевспортклаб». По предварительным данным, убийство произошло в момент, когда частный предприниматель на своем автомобиле выезжал с парковки. В этот момент к его внедорожнику подбежал неизвестный и произвел серию выстрелов в направлении водителя. От полученных ранений в грудь мужчина скончался на месте. Всего убийца выпустил 8 пуль из пистолета с глушителем, 5 в боковое стекло со стороны водителя и 3 в лобовое, после чего скрылся по предварительной информации на автомобиле «Фольксваген Пасад» черного цвета. Ведомости про события внесены до единого реестра досудовых расследований за статтею 115 Криминального кодекса Украины – это умисное убийство. Наразі правоохоронці докладають зусиль, аби встановити особу подозреваного та затримати його. У столиці введено відповідний оперативний план. По непроверенной информации убитий 45-летний директор спортивного клуба «Киевспортклаб» Тарас Зиновенко. Так ли это уточнить в самом фитнес-центре не удалось. Сотрудники от комментариев отказываются. В здание спортивного клуба нас не пустила охрана. Тоже не комментируйте на консультанции? Вообще не пускай, а? И тоже вовнутрь не пускай? Нет, пока нет. И тут команда запустила. На телефонные звонки в спортклубе также не отвечают. Сайт не работает. Скупы на подробности и правоохранители. А в интернете уже появляются различные версии информации. Якобы «Фольксваген», на котором скрылся убийца с киевскими номерами. Причем эти госзнаки зарегистрированы на автомобиль марки «Рено» и, скорее всего, являются краденными. Также есть информация, что автомобиль убийцы принадлежит человеку с такой же фамилией, как у убитого, 34-летней Юлии Зиновенко. Егор Логинов, Сергей Килибник. Подробности телеканал Интер. И еще одно уголовное дело. Бойцов батальона «Торнадо» будут судить по месту совершения преступления. Этим займется Лисичанский горсуд Луганской области. Как сообщает пресс-служба ГПУ, военная прокуратура уже направила туда обвинительные акты. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Напомню, дело против командира, расформированной патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Руслана Онищенко, его зама и одного из бойцов генпрокуратура открыла еще минувшим летом. Вскоре были задержаны 8 бойцов, включая их командира. Пытки, насилие, организованная преступность, похищение людей им и криминируют 7 тяжких статей. В сентябре минувшего года задержали также еще одного бойца, гражданина Беларуси Даниила Лещука по кличке Маджахет. По данным прокуратуры, он был одним из организаторов зверских пыток, придерживался неонацистских взглядов и якобы даже планировал вступить в ряды ИГИЛ. А в марте под стражу взяли замкомандира «Торнадо» Николая Цукура. Его подозревают в причастности к преступной организации, превышении служебных полномочий и угоне транспортных средств. Новые детали громкого убийства адвоката российских ГРУшников Юрия Гробовского. В военной прокуратуре назвали имена задержанных подозреваемых. Это 19-летний Максим Чмелев и 26-летний Артем Яковенко. С одним из них, по словам Анатолия Матиоса, погибший был знаком. В телефону убитого Гробовского был контакт с собой, которая убила его. Нам удалось получать отдаленный доступ и до телефону Гробовского, который был привезен обвинуваченным в Египет. Фактически мы до момента его затримания с ним, пока он не в Сеулі так, перебывали в режиме онлайн. Мы его видели. Он не знал, что нам удалось снять видео, аудио и другие файлы. Благодаря этим данным из телефона стало известно еще о четырех фигурантах дела, заявляет Матиос. Их разыскивают. По словам военного прокурора, убивали Гробовского ночью 7 марта. С особой жестокостью использовали автомобильный ключ и лопату. Следствие рассматривает две версии. Основное обещают озвучить через три недели. По словам Матиоса, Гробовский не первая жертва задержанных. Их подозревают еще в одном убийстве. В мае прошлого года тело также было зарыто. Личность погибшего установлена, но пока связь между этими преступлениями не выявлена. Напомню, Гробовский пропал 5 марта, а спустя почти три недели его тело нашли в земле в заброшенном колхозном саду в Черкасской области. Освобожден и очень опасен. Апелляционный суд вынес вердикт по делу об освобождении скандального экс-нардепа Виктора Лозинского. Когда он выйдет на свободу? Подробнее Елена Митясова. Вот так у стен апелляционного суда Киевской области с обеда негодуют жители Голованевска Кировоградской области. Утверждают не за деньги, а по собственному убеждению приехали поддержать скандального экс-нардепа Виктора Лозинского. Сегодня суд рассматривает апелляцию прокуратуры на решение суда первой инстанции о его условно-досрочном освобождении. Прокуроры настаивают, Лозинского нельзя отпускать на свободу. Он не покаялся в содеянном преступлении. С вашей допомогой Лозинский стал злочинцем. Каким он не был, не есть и не будет, потому что это культурно выхованная людина. А доказали вину его? Да не надо отдаваться на эти все провокации. В зале заседания атмосфера поспокойнее. Прокуратура настойчиво пытается убедить суд, что хорошего поведения, трудолюбия, бывшему нардепу недостаточно, чтобы скостить срок по закону Савченко. Сам Лозинский наблюдает за происходящим из колонии. С ним установлена видеосвязь. А на доводы прокуратуры подготовил свои аргументы. Засудженный работал шлифовальником. При этом был забеспечен лишь шлифовальным папиром, за того, какого он готовил кухон дощечки. Все, ничего иного в него не было. И именно за такую работу при этом администрация установки никаким образом не контролировалась, как и в этой работе. Поддерживает Лозинского и начальники справительной колонии. Не видят препятствий для его условно-досрочного освобождения. Криминальная история скандального экснардепа Лозинского тянется с 2009-го. В охотничьих угодьях Голованевского района он убил местного жителя Валерия Олейника. По версии следствия, сначала выстрелил в жертву из охотничьего ружья, а потом переехал машиной. Два года Лозинский провел в СИЗО, а в 2011-м суд приговорил его к 15 годам тюрьмы. Через три года высший спецсуд пересмотрел статью и сократил ему срок до 10 лет. А в начале этого года Лозинский подал ходатайство пересчитать ему срок по закону Савченко. Бориспольский суд удовлетворил, а апелляционный это решение сегодня признал законным. Ухвалу Бориспольского района суду Киевской области 25 лютого 2016 года. Залишите без змены. Позицию прокуратуры вы чули, что данное решение мы считаем незаконным. О дальнейших своих действиях прокуратура пока молчит. Будут ли подавать касацию в высший апелляционный суд, обещают сообщить позже. А вот защита Лозинского утверждает, решение обжалованию больше не подлежит. Данная справа с самого начала сфальшована. И сейчас первое судовое заседание, апелляционной инстанции, которое произошло саме объективно и неупережено. Оце я могу вам стверджовать в полном обсяде. Уже сегодня Лозинский может покинуть стены Бориспольской колонии. Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Банк, который лопнул. Киевляне выстраиваются в очереди возле отделений банка Хрещатик в попытках забрать свои вклады. Среди них и полмиллиона владельцев социальной карты киевлянина. Напомню, вчера на пресс-конференции НБУ сообщили о введении финучреждений временной администрации. Смогут ли вернуть клиенты Хрещатика свои деньги, разбирался Геннадий Вивденко. Так выглядят сейчас банкоматы Хрещатика. Этот в помещении столичного метрополитена. Сотрудники получают зарплату наличкой в кассе. Сейчас большой очереди нет, но кассиры работают напряженно. К их стойке пришли сегодня сотни людей. У нас у всех была зарплатная карточка на Хрещатике. В полном объеме предприятие нас обеспечило зарплату вовремя. Дальше что с этой карточкой планируете делать? Выкинули. Такая картина на нескольких станциях. Спикер киевского метро утверждает, еще вчера сама расплачивалась в магазине по безналу. Но с 18.00 вчерашнего дня операции заблокированы. У нас просто как раз эти дни співпали с днями выплаты зарплаты. Люди приходят и отримают свою зарплату. Есть невеликие черви, но мы справимся. Касса работает почти до 7 вечера. Вот так выглядели очереди к головному офису банка еще сегодня утром. Люди пытались получить свои стипендии, пенсии, другие соцвыплаты. Хрещатик был муниципальным банком. Принадлежал мэрии. При градоначальнике Леониде Черновецком фенючереждение было приватизировано. Именно два бизнесмена с контрольным пакетом и вывели капиталы в свои компании, утверждает Нацбанк. Но Киевская администрация владеет 25% акций банка. Счета многих коммунальных предприятий остались в нем. Мы очікуемо от правоохоронных органів відповідной оцінки ситуации, перевірки менеджменту та блокування будь-якої можливості виведення коштів за кордон на офшор. В мэрии утверждають, бюджетних средств в банке не було. Насколько же пострадали коммунальщики, будут считать. Чиновники настаивають, сейчас нельзя осуществлять платежи на счета банка. Социальные карточки киевлян, а їх выпущено более полумиллиона, будут работать и дальше. Но їх нужно перерегистрировать в государственном ощадбанке. Депозиты гражданам обещают вернуть. Фонд гарантування вкладів зараз гарантую кожному кліану, що ті вклади, які були зроблені в банк, вони можуть повернити. Зараз ажиотаж, і може бути не так швидко, це можна отримати. Знаю, що люди, паніка виникла, але в такій гарантії голова нацбанку мені дала. Якщо банк не продадуть в течіній ближайшого времени новим хазяєвам, начнеться вважання вкладів частним лицам в об'ємі до 200 тисяч гривень. Такі выплаты обіщають організувати вже через 20 дні. Повністю відказатися від закупки нефтепродуктів в Росії. Прем'єр Яценюк поручив Минекономіки ввести цей пункт в санкційний список до п'ятниці і принять соответствуючі рішення на внеочередному засіданні Кабміна. Глава правительства також предлагає аннулировать вазні пошлины на підтриманне авто, які завозять в Україну з всіх країн, крім Росії. Подготовити законопроект должны Минфін, Минекономіка і фискальна служба і внести його на утвердження парламенту. Люди вважають, що це буде правильний крок для того, щоб зняти навантаження на громадян, і в тому числі збільшити можливості для громадян країни придбувати автомобілі. Правда, при цьому прем'єр не уточнил, скільки часу понадобиться для підготовки такого документа, і вполне вероятно, що реалізовувати сьогоднішні рішення будуть вже члены нового правительства. Зато вже известні сроки невиданого повышення соцстандартов. Міністр соцполітики сьогодні даже назвав размери нового прожиточного минимума, минимальна пенсія, соцвиклад і заробітна плата бюджетників. Ми розпочинаємо і запроваджуємо режим постійного підвищення державних соціальних стандартів для відновлення купівельної спроможності громадян, рівня і якості життя громадян. Итак, качество життя нынешній Кабмін почнє улучшати вже з 1 мая. Зарплату бюджетникам піднімуть на 6,5%. Учитель высшей категории буде получати на 152 гривні більше. Директор школи на 185, ректор на 300, главврач больниці на 230, врач высшей категории на 180. Минимальна пенсія увеличиться на 56 гривень, пенсія шахтёров на 170. На 5% підніметься прожиточний минимум. Для дітей от 6 до 18 лет это плюс 80 гривень, і для трудоспособних лиц плюс 70. Со следующего месяца вырастут, по словам министра, і около 80 видів соцвыплат. Наприклад, інваліди детства і діти-інваліди будуть получати в середнем на 120 гривень більше. Діти, які будуть під опекою, на 120 гривень – 150 гривень. Напомню, що начиная з 2014 року – це вторе повышення соцстандарту. Предыдущая була в сентябрі 2015-го. За це время, по данным госслужби статистики, інфляція в країні составила 70%. Але все ці так называемі улучшення качіства життя не коснуться онкобольних дітей, оказавшихся на грани выживання. Поставки жизненно необхідних медикаментів под угрозою полной остановки. Волонтёры утверждають, що запаси препаратов заканчиваються не тільки в больницах, но і в аптеках. Представители благотворительних організацій заявляють, що критична ситуація сложилась из-за провалених госзакупок. Ці ліки не надала держава, тому що вже півтора року не відбуваються тендери. І останнім часом ці ліки пропадають з аптек. Відповідно, батьки, благодійники, фонди змушені шукати у перекупників, завозти нелегально. І ситуація реально катастрофічна. І наша держава, на жаль, не забезпечує лікування для таких дітей. Критичне парламентське більшінство в 226 голосів може бути достигнуто, якщо в нову коаліцію війдуть 2 фракції – Блок Петра Порошенко і Народний фронт. Об цьому накануне сообщила член фракції БПП Ірина Луценко. Она предположила, що формування коаліції буде завершено вже на следующій неді. В парламентське більшінство, по мнению Нардепа, можуть також війти какая-нибудь із бывших коаліцій і внефракційні депутати. Це не означає, що двери закрываются. Ми предлагаємо і Батьківщині, в першу очередь, і самопомощі. Постоянно встречаємся з радикалами. Напомню, на днях глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак рассказал, що в коаліцію приглашили всі желаючі, і переговори продолжаються. СБУ против Минкульта. В службі безпасності решили остановити лавину культурних чорних списків міністра Кириленко. Чому чиновники решають за українців, які фільми їм смотреть і як прекратити цей затянувшийся кіноконфлікт, узнавала Татьяна Овенникова. СБУ опубліковало письмо обращення к міністру культурі Вячеславу Кириленко. В ньому глава ведомства Василий Грицак. Лично просить чиновників від культурі пересмотреть подходи к роботі і не запрещати безразбору многие фільми, сняті до 2014 року. Це в першу очередь касається золотого фільмофонда. В СБУ уверені, в Минкульте нарушають одне із базових конституційних прав граждан України. Кожна людина має право на вільний доступ до інформації. Є дуже багато витворів мистецтв, можна і так сказати, і концертів, відомих співаків, де немає жодного загрозу. Не потрібно заборонити іронію судьби з легким паром, як то кажуть, лише через те, що там знімалась одна з актрис, яким ми заборонили в'їзд. Проблема вот в чому. Якщо хтось наносить вред національним інтересам і безпекці України, СБУ запрещає їм в'їзд в країну. Але в Комітеті по кінематографії при Минкульте решили одним махом запрещати всі художественні фільми з участием таких актёров. В СБУ уверені, такий підход слишком формальний. Є відверто агитаюційні фільми, програми, які дійсно треба заборонити, а є просто по формальним підставам заборонений той чи інший продукт. Треба підходити до кожного окремого фільму, до кожного окремого концерту індивідуально. Культурно ли запрещати українцам смотреть і слушати то, що вони хочуть? Що об цьому думають в Министерстві культурі, узнать не вдалося. Встрічатися з нами в ведомстві міністра Вячеслава Кириленка не захотели. Сказали, пишите письма. Ми написали, відповідати нам обещали. Можуть, завтра, а може, послезавтра, а скорее всего, послевыходних. І значить, історія эта місерійна. Татьяна Авинникова, Вячеслав Фролов і Сергій Килимник. Подробності Телеканал Інтер. Зона АТО. За минувші сутки десятки обстрілов по всей лінії соприкосновення в секторі М. Наші бойці були вінюджені несколько раз відкривати відповідний огонь. Все подробності розкажет Руслан Сміщук. Передові українські позиції в районі поселка Влебединське і Комінтерного. Це лівий фланг Широкінського плацдарма. В зоні прямої видімости оккупування Саханка. Там база боєвіков. За минувші сутки тут саме більшіе кількість обстрілов на Мариупольському направліні. Балка вот эта вот впереди. 850 метрів до посадки. І тут вони по цій балці кошмарять ходять. Якщо є нежелання таке на водянує, там парнію немного вбодрити. І по цій же балці возвращаюся туди. Противник використовував запріщенні мінометки і станкові гранатометки. Активно работали снайпери. Вчора активність була така по сравненні з предыдущими. Тобто да, вони ще вчора така немножко решили зубки показати. Відкрував огонь неодноразово з мінометів. 82 та 120-мм. Значить, постійно веде обстріли з СПГ-9. Також постійні снайперські обстріли різних калібрів. Починаючи від 7.62 і закінчуючи 14.5. Бойці кажуть, на той стороні все чаще використовується тяжелая техника. Раньше, ввиду того, що була тут розпутиця, дуже сильна грязь, т.е. техника була скована. Щас більше не мене стало проще. І для передвіження ДРГ, і, естественно, личного составу. Ну і ми теж не дремлем. Тому, ми теж, нам є чим відповідти. Щоби прекратити обстріли боєвиків, воєнослужащим прийшлося нескільки раз відкривати огонь. 21 раз обстріляли наші позиції. Практично на протяжі всей лінії оборони. Ответний огонь відкривався 4 раз. Благодаря такій активності боєвиків, українська розвідка удалось установити міста сосредоточення техники і пехоти противника. Руслан Смещук, Вадим Ревун і Ігор Щепет. Подробності – телеканал «Интер». Панамські волны. Кого ще зацепило офшорний скандал? Чем международне сообщество грозит самой Панаме? Об этом прямо сейчас. Оставайтесь с нами. 11 млн документів, ежедневні розоблачення, громкість відставки і антикоррупційне розслідання против первых лиц. Дело панамських документів набираєт обороти. Чем порадовали журналисты сегодня і як реагують політики? Расскажет Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Мирові лідери первої величини заговорили. Як би їм не хотілося ігнорувати утечку панамських документів, прийшлося отвечати на неудобні вопросы. А іногда і засадеєнно отвечати. Весьма щепетильна тема о покойному отце прем'єра Великобританиї Дэвида Кемерона і його долі в офшорах всплыла во время рабочей поїздки в Essex. Можете ли вы прояснить ситуацию относительно того, що ви і ваша сім'я ніколи в проршому не получали вигоду і не получите в будущем? От фонда «Блемор», упомянутого в панамських архивах. У мене нет никаких акций, тільки зарплата прем'єр-министра і збереження. Ще у мене є дом, де я жил до переезда на Даунинг-стріт. Зараз я його здаю. Ні акції, ні офшорних трастів, ні офшорних фондів, нічого такого. Оппонент от лібористів срочно требують провести расследования в отноші Кемерона і других мирових лідерів. Наприклад, президента Об'єдненних Арабських Эмиратів, шейха Халифа Ібн Зайда Аль-Нахайяна. Свежую порцию разоблачений, касающихся його недвижимости в Лондоне, на 2 млрд долларов, отмытых через офшоры, напечатала газета «Гардиан». За время моей работы в правительстве ни я, ни моя семья не злоупотребляли доверием. Перед лицом Аллаха мы не смешивали политику і бізнес. А це вже оправдання прем'єра Пакистана Наваза Шарифа. В телеобращении к нації он сообщил о созданні специальної комісії, которая проверит подлинність слитих документів. Вину отрицают все, кого очернили в скандале. От уволившогося исландського прем'єра до футболистів і руководства ФИФА і болливудських актёров. Президент Шабарак Об'яма теж не смолчал, хоча його лично разоблачения не коснулись. Уклонение от уплаты налогів – глобальна проблема. Ребята в Америке вовсю пользуються этим і в то же время не нарушають законы. Они настолько плохо прописаны, що богачі со своими адвокатами избегають ответственности. Кстати, Викиликс поспешил объявити, що всі расследования спонсували іменно американці через агентство по международному розвитію і фонд Сороса. Покажуть, тучи сгущаються над самою Панамою. Франція включила в страну так называемый «черний список налогового рая», де неспособны вести дела прозрачно. І призвала міжнародне сообщество зробити то же саме. Государству грозит глобальна економічна ізоляція. Оксана Кундеренко, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Этот панамский шторм докатился і до штаб-квартиры УЕФА. Там очередные обыски. Полиція Швейцарії з'явила документы о контрактах, заключённых с компаниями «Кросстрейдинг» і «Телі Амазонос». Обе упоминаються в панамских документах в сомнительных сделках купли-продажи. Согласно расследованию, с этими компаниями сотрудничав новий президент ФИФА Джанни Інфантино, когда занимал должность генерального секретаря УЕФА. Сам Інфантинов утверждает, что закон не нарушал. На посту президента ФИФА он сменил увязшего в коррупционном скандале Зепа Блаттера. И теперь вот сам стал героем коррупционного расследования. Панамский скандал стал возможен из-за хакерской атаки. Об этом сообщил один из основателей юридической компании Масак Фонсека Рамон Фонсека. Руководство скандальной панамской фирмы уже подало жалобу в прокуратуру. Согласно техническому отчету, хакерскую атаку осуществили серверов, расположенных в одной из европейских стран. Какой конкретно, пока не называют. Идет расследование. Также известно, что на минувшей неделе фирма предупредила клиентов о масштабной утечке информации. Электронные письма, выписки с банковских счетов, копии паспортов и многие другие документы, более 200 тысяч офшорных компаний, основанных Масак Фонсека, попали к сотням журналистов по всему миру. Расследования показывают, как панамская юридическая фирма помогала своим богатым и знаменитым клиентам отмывать деньги, уклоняться от санкций и уплаты налогов. Но в самой фирме все обвинения отрицают. Мы очень удивлены, что никто из журналистов не говорит о хакерской атаке. А это единственное совершенное преступление в этой истории. Многие имейлы были просто вырваны из контекста. А вот панамские журналисты утверждают, что все намного прозаичнее. Никакой хакерской атаки не было, а документы слила обиженная любовница одного из учредителей компании Масак Фонсека. Якобы бывшая сотрудница хотела отомстить за разрыв отношений и, имея доступ к данным компании, обнародовала список клиентов и всю информацию о них. Офшорный скандал не повлияет на отношения США и Украины. Американский посол Джеффри Пайот уверяет, что для Киева, цитирую, негативных последствий не будет. Дипломат также заявил, что Вашингтон поддерживает шаги президента, парламента в вопросе борьбы с коррупцией. В частности, он отметил обнародование декларации высокопоставленных чиновников. Пайот обратил особое внимание на недавнее заявление спикера Белого дома о позитивной оценке украинских антикоррупционных проектов. Жучки и скрытые камеры для детективов. Кабмин разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины закупать и использовать средства для прослушки. Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства. Однако в НАБУ объяснили, что закупать спецтехнику они имеют право, но снимать записанную с ее помощью информацию пока нет. Для этого им нужно будет обращаться в СБУ. Самостоятельность в данном вопросе они могут получить только после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Восстановить Донбасс. Разрушенные дома, школы, больницы – это результат активных боевых действий. Только в Попаснянском районе, по подсчетам местных депутатов, на ремонтные работы необходимо 45 миллионов гривен. Как шаг за шагом восстанавливают инфраструктуру, помогают благотворительные фонды и местные предприятия, расскажут наши корреспонденты. Валентина Николаевна до сих пор со слезами на глазах вспоминает те страшные дни. Прошло уже больше года, а последствия обстрелов у женщины дома в Попасной и сейчас сложно не заметить. Сегодня она решилась за помощью обратиться к благотворителям, которые занимались восстановлением соседнего наиболее пострадавшего микрорайона города. Ей обещают помочь. Подобные встречи уже стали традиционными. Десятки людей приходят со своими проблемами. Смотря на сложности, не переживайте, мы будем с вами, мы никуда не денемся. Сейчас мы посмотрим, расскажите, у кого что болит, чтобы мы могли составить картину и дальше за это время, там 2-3 месяца, он еще у нас есть, если мы перед летом закончим работы, которая осталась. Здесь же сразу составляют списки, где указывают объемы необходимых работ. Крышу сделали, потолок сделали, но надо штукатурить там, стена выбита, надо стену сделать, полы побитые. И адрес, добавьте мне адрес еще. Подобной работой занялись сразу после завершения активных боевых действий. Усилиями благотворительных фондов уже восстановили 12 наиболее пострадавших многоэтажек в Попасной. Вот эта вот часть работы, которую в принципе должно было делать государство, сделали предприятия региона, которые объединились, дали людей, дали материалы, дали денежные средства. И в итоге вот, ну как минимум, этот микрорайон, эти 12 домов восстановили и вернули людей к нормальной жизни. А вот этой Попаснянской школе уже 125 лет, но после ремонта в это верится с трудом. Дети, я хочу сказать, что возвращаются, и все возвращаются домой. В чем мы нуждаемся? Мы самым больше нуждаемся во внимании. Мы нуждаемся в добром отношении к нам. На этой территории люди особенно чувствуют свою незащищенность, особенно обеспокоены, и мы должны их поддержать. А самый главный вопрос задают люди, как выжить на пенсию в 1200 гривен с этими коммунальными тарифами и с этими ценами. Это вопрос уже к правительству, к власти центральной. Это уже не местная власть. И это тоже то, что болит у людей. То, что надо решать. Поэтому принципиальная позиция нашей фракции. Сначала индексация пенсии и зарплат, а затем уже все остальные политические законы. А вот у Валентины Николаевны пенсия и вовсе 949 гривен. Самостоятельно восстановить свое жилье, говорит, ей точно не по карману. Женщине пообещали помощь. Анна Диденко, Леонида Борин. Подробности в телеканал Интер. И снова громкий скандал с участием правого сектора. В этот раз на Буковине представители добровольческого корпуса подозревают в вооруженном нападении на водителя лесовоза. Те обвинения отрицают. Все подробности у Ольги Поломарюк. Они выбрали все из машины, но там было минимум 10 человек. Пенсионер Константин Лапуляк рассказывает, как его остановили люди в камуфляже. Он работает водителем лесовоза. Накануне около 6 вечера ехал груженный на пилораму. Две иномарки перекрыли ему дорогу. Из автомобилей вышли военные. Требовали предъявить документы, начали стрелять. Утворил двери от водителя. И мы все за руль. Работает предупредительное выставление вверх. Я их питал, кто вы есть? Ни первая группа. Ни первая, ничего. Абсолютно. У меня все документы были, люди добрые. После двух предупредительных выстрелов один из нападавших ударил пенсионера рукояткой пистолета по голове. Оружие выстрелило. Пуля срикошетила попала в лицо напарнику нападавшего, который стоял с другой стороны кабины. С огнестрельным ранением хулигана доставили в местную больницу. Промыли рану. Но от госпитализации он отказался. Не сказал, что сталося, что было. Просто подавиться рано, потому что там кровь было. Очевидцы рассказывают. В нападавшем узнали местного жителя. Руководителя областного центра помощи, участником АТО, киборга Валерия Красняна. Последние несколько месяцев он еще и советник губернатора. Сам Краснян все отрицает. Мол, на месте действительно был. К нему обратились местные жители с просьбой прекратить незаконную вырубку леса в районе. Но не стрелял. Никто вообще не стрелял. Так что я не знаю, с чего они это все высосили. Но в реальности, вы сами понимаете, сейчас политические интриги наступают. Можете, политический заказ. Я не хочу этим перейматься, потому что богатом я дороги перешел. Кроме Красняна, в разборках участвовали и представители правого сектора, утверждают очевидцы. В Дуге все отрицают. Подчас инциденту, саме бойцов правого сектора, чинных, действующих, тех, что сейчас есть членами правого сектора, в месте не было. Кто же на самом деле стрелял, остается загадкой. Правоохранителю называть имена нападавших отказывается. Рассказывает лишь, открыли уголовное дело по статье «Хулиганство». Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал «Интер», Черновицкая область. Разгромили зал игровых автоматов и забрали почти 40 тысяч гривен. Этот самосуд активисты правого сектора устроили в Кировограде в прошлом году. Сегодня начался суд. Чего просят адвокаты и на чем настаивают обвинения, знает Елена Брынза. Это зал игровых автоматов прямо напротив мэрии. В ноябре прошлого года активисты правого сектора сделали здесь контрольные ставки. Вызвали милицию, а потом требовали закрыть заведение. Но оно продолжало работать. Спустя несколько недель люди в Балаклавах разгромили игорный зал и забрали кассу. Той же ночью задержались семерых активистов правого сектора. Четверых суд отпустил под домашний арест и на поруки. Революция! Революция! В СИЗО оставили троих. Сегодня в суд. Их привезли, соблюдая повышенные меры безопасности. Революция! Революция! В начале заседания подсудимые просят о замене адвокатов. Судья соглашается. Новые защитники заявляют, их клиенты должны быть на свободе. Ведь в деле нет главного. Претензий потерпевшей стороны. В прокуратуре отвечают, хотя претензий пострадавшей стороны нет, подсудимым придется отвечать. Насколько строго, пока не определились. В залежности от определенных обставин будет сформована в рамках диспозиции статьи. В соответствии, что в случае доведенности вины виноватных, будет сформована соответствующая позиция в рамках нормы статьи. Суд продолжается. Адвокаты намерены просить судью изменить меру пресечения для троих активистов, которые содержатся в СИЗО. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоград. На взятки погорели двое сотрудников Запорожской таможни. Их взяли с поличным прямо в рабочем кабинете. 125 тысяч гривен они требовали у предпринимателя за разрешение экспортировать металлолом. По неофициальной информации, один из таможенников во время задержания даже оказал сопротивление. У подозреваемых нашли меченые купюры и еще несколько тысяч долларов, разложенных по конвертам. Чьи это деньги и кому предназначались, выясняют сейчас правоохранители. Также они изучают, не замешаны ли подозреваемые в других коррупционных схемах. Сейчас эти два затриманных отправлены до Киева в тимчасовый следственный изолятор. Очень удивлен, но я очень рад, потому что мы очищаем нашу службу от людей, которые не должны там работать. К сожалению, это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Подробности ее это наш сайт. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова